С экранов телевизоров на театральные подмостки. На сцене областной филармонии состоялась премьера спектакля «Веселые ребята». Новая постановка музыкально-просветительского театра посвящена году российского кино. Авторы спектакля предложили зрителям вспомнить любимые песни из отечественной классики. Музыка из фильмов «Цирк», «Весна», «Волга-Волга» создают особую ностальгическую атмосферу. Особенность спектакля – экраны, на которые выводятся сцены из фильмов, говорит художественный руководитель музыкально-просветительского театра Лариса Ульянова. Наш музыкально-просветительский театр поставил не одно уже представление на сцене концертного зала имени Сергея Ивановича Таниева. И всегда это сопровождается визуальными рядами. Сегодня этот визуальный ряд будет состоять из кадров любимых кинофильмов. Это будет создавать особую ностальгическую атмосферу. Собственно говоря, за ней, наверное, и придет большинство наших зрителей, наша любимая публика. Для Ларисы Ульяновой фильмы, из которых состоит спектакль, тоже воспоминания о детстве. Чтобы посмотреть кино, у телевизора собирались все семьей. Кажется, что светлая печаль об ушедшем времени слышна и в мелодиях. И можно сказать, что музыка – еще один живой персонаж спектакля. Для меня, как для музыканта, очень важно, что здесь очень высоко профессиональный, очень качественный музыкальный материал, который не споешь просто так в микрофон. Для которого нужна такая серьезная академическая профессиональная подготовка. И несмотря на то, что мы постарались веселые песни подобрать, все же это все песни, которые несут очень серьезную смысловую нагрузку. И мы это ощущаем, и от этого, наверное, их любим. От того, что в них есть эта наполненность жизнью, энергией, которая дает возможность верить, любить и жить. Актеры – это студенты и выпускники Института искусств в ЛГУ. Илья Гафаров сотрудничает с музыкально-просветительским театром уже в четвертый раз. В спектакле «Веселые ребята» ему досталась одна из главных ролей – советского актера Владимира Басова. Молодой артист был поставлен в нелегкую ситуацию – сыграть великого профессионала не в кино, а в жизни. Сложность была в том, чтобы передать настроение этого актера. Потому что, несмотря на то, что он узнаваемый актер по ролям в кино, здесь такая ситуация дана, в которой очень сложно передать вообще человека. Там очень такой короткий эпизод из его жизни. И поймать это настроение было достаточно трудно. Пришлось посмотреть фильмы, посмотреть голос, снять это все. Но музыкальный материал тоже потребовал времени для изучения. Спектакль «Веселые ребята» первый в сезоне. Также в рамках абонемента «Киномагия» зрители смогут увидеть тематические программы. «Деревенский водевиль» 1 декабря, «Калина красная» 2 февраля и «Целого мира мало» 2 марта. Стоимость абонемента 600 рублей. Цена за один билет 250. Арсений Хуторской, Игорь Липский, Стас Трегубов. Губерния 33.